Сегодня мы проводим распределение квартир среди граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Всего у нас стоит на учете 134 человека. В этом городе Саратове мы будем распределять в этом году 56, сейчас 33. Также в городе Энгельсе в этом году будут распределиться еще 37 квартир. Значит, будем распределять квартиры общей площадью 30 квадратных метров в количестве 28 штук и 44 квадратных метра в количестве 5 квартир. Прошу приступить к системе. Если кто-то хочет быть счастливым владателем, кто будет вытаскивать конверты из барабана, пожалуйста. Кто желающий есть? Ну, кто посмелее? Нужно просто крутить барабан и доставать оттуда конверты. Ничего более. И быть судьбой этих квартир. Они зачитали, вы прочитали, и, значит, этому человеку эта квартира с этим номером. Теперь все зависит от Алексея, что он достанет. Правильно, вы можете, да, крутить пока. Это уже вот, но не сейчас. Сейчас Алексей должен хорошенько перемешать. Улица хорошая, название карьерное. Сначала прочитаю, да. Лобанов Евгений Евгеньевич. Я. Ты слушаешь? Да. Город Саратов, улица Карьерная, дом 2Б, квартира 153. Общая площадь 30,9 квадратных метров. Сюда, пойдите. Квартира 89, общая площадь 30,9 квадратных метров. Юмашев Дмитрий Александрович. Квартира 105. Бачанова Анжела Султаняровна. Квартира 9. Квартира 9. Гусик Владимир Николаевич. Квартира 145. Квартира 49. Сейчас мы вам раздадим уведомления, и вы своими уведомления поедете смотреть. Если кто-то не поедет сегодня, поедет в другие дни, потому что у вас здесь есть момент жеребьевки, да, на осмотр жилого помещения, то ключи находятся в квартире номер 13, с понедельника по четверг с 9 до 17.00, а в пятницу до 16.00. У них на час рабочий день, короче, в пятницу. Да, это знаковое событие. Полтора года назад Вячеслава Викторовича Володина, председательной государственной думы, была поставлена задача перед правительством, перед облдумой, решить проблему погашения судебных решений, которые были на тот момент, их было больше 150, вынесенных судом в отношении граждан. Это семьи, имеющие детей, страдающие хроническими заболеваниями. Не дай бог кому-то такое. Второй год идет реализация этой программы, и знаковое событие сегодня то, что, распределив вот эти три-четыре жилых помещения, по Саратову больше нет судебных решений, которые были бы на 1 января до 2020 года. Впереди у нас, я думаю, это не позднее ноября, разрешение ситуации по городу Эмгельсу. В других муниципальных образованиях она разрешилась в прошлом году. Могу сказать, что, конечно, решение продолжает поступать, люди встают на учет качеств нуждающихся, но уже даже в этом году начнется обеспечение их жильем, даже при отсутствии судебных решений. Я думаю, что нам удастся теперь удержать ситуацию. Слава богу, количество таких семей не очень значительное, оно в пределах 10-15 семей в год. Поэтому путем своевременного выделения ассигнований, проведения аукционов, мероприятия программы будут реализовываться, и вот такого постыдного явления, как долг перед такими семьями, у нас больше не будет. Поэтому можно сказать, что именно по данным категориям граждан работа входит в нормальное плановое русло. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова